Это только догадки и рассуждения по продавцам мелочевки Алиэкспресса. Привет! Я думаю, очень многих интересуют вопросы, связанные с Алиэкспресс. Очень часто мелькают рекламы различных плагинов и приложений, которые помогают увидеть рейтинги продавцов, товаров, а стоит ли их устанавливать. Вы знаете, как товар получает рейтинг? При подтверждении заказа нам предлагают оставить оценку. Из которых и складываются рейтинги продавца, правда, влияют оценки из последних 6 месяцев. Вы видели много продавцов с рейтингом ниже 90%? Я нет. Так вот, на этот момент я совершил около 500 заказов на Али. И неоднократно попадая на одних и тех же продавцов, я заметил такую, так сказать, тенденцию. Накрутка рейтинга. Для примера. Казалось бы, обычный товар, которых на Алиэкспресс вагон. Первое, что меня заинтересовало, это 5 звезд. А значит, это 100% положительных отзывов. По крайней мере, за последних 6 месяцев. А это возможно? Да, если это дорогая вещь, и ее купили. Ну, скажем, 3 человека, и все поставили по 5 звезд. Это и есть 100%. Но здесь сотни заказов. Неужели нет недовольных? Давайте посмотрим. А вот и первый. Так почему же его отзыв не отображается в статистике? Неужели из-за того, что отсутствует фотография? Получается какой-то выборочный рейтинг? Ведь далеко не каждый из нас будет делать фотографию, чтобы оставить негативный отзыв. Или это все-таки какая-то накрутка? Ладно, перейдем к следующему. Я говорил выше про попадание к одним и тем же продавцам. И здесь я заметил кое-что интересное. Заказывая несколько раз один и тот же товар, из-за того, что он не приезжает ко мне, мне приходилось открывать споры. И на следующий день продавец в мою пользу закрывает спор, возвращает мне деньги и убедительно просит меня поставить ему 5 звезд. За то, что он якобы такой честный, добросовестный и без промедления мне отдал мои деньги. Так что это за схема такая? Я вижу два варианта. И в обоих вариантах продавец умышленно не отправляет мне заказ. Первый. Это накрутка рейтинга. На возврате денег он мне возвращает деньги, а я ему за это ставлю 5 звезд. Второе. Это заработок на тех, кто забывает открывать спор. По истечении времени Алиэкспресс переводит наши деньги продавцам. Соответственно, товар вы не получили, спор не открыли, деньги уходят продавцу. Вернусь к началу. Стоит ли устанавливать плагины расширения, чтобы увидеть рейтинги продавцов? Да, наверное, все-таки стоит. Но это единичные случаи, когда вы действительно хотите приобрести у какого-то магазина-монополиста действительно хорошую, качественную вещь. И чтобы можно было про нее более детально узнать. Узнать динамику цен, увидеть хорошие, положительные или отрицательные отзывы реальных покупателей. Они такое, что поставь мне 5, а я тебе верну бабки. То есть действительно, да, вещь хорошая, вещь рабочая, вещь фуфло. Вы почитали, узнали. Вы узнали рейтинг продавца. Но, повторюсь, это единичные случаи. По поводу популярных товаров, мелочевки, неотслеживаемых, безстрайковых товаров, будет гораздо быстрее найти какой-то новый аналог или точно такой же даже товар у другого продавца, чем вести бесконечную переписку несколько дней с китайцами. По поводу снижения, из-за того, что вы увидели, елки, продавец поднял цену на 2 бакса, на 3 бакса, а вы хотите опустить эту планку. Да покопайтесь, найдите цену и купите себе. У меня есть где-то видео по поводу лайфхака поиска дешевой цены. Это все, что я хотел рассказать по поводу накруток на Алиэкспресс. И если вы хотите принять участие в конкурсе, напишите абсолютно любой комментарий и будьте моим подписчиком. Как только это видео набирает 150 лайков, мы разыгрываем 150 российских рублей. А я с вами прощаюсь. Пока-пока!